еврозона приглашаю вас дорогие друзья в болгарию дело в том что президент болгарии румен радев я так скажу выступил ну встречу которая ну слово удивил неправильно но скорее эта речь она не вписывается в минстримовский политический контекст вообще евросоюза и уж болгарии точно и когда я говорю о людях первого и второго сорта в принципе это не я говорю а в принципе это говорит президент болгарии и именно президент болгарии румен радев он кстати неоднократно говорил о некомпетентности действующего болгарского правительства напомню в прошлом году болгария построят поставила побила все рекорды и правительство болгарское которое пришло к власти это ну как сказать когда пять раз в году идут перевыборы идет определенный коалиционный коллапс когда силы силами объединяется непонятно ради чего только чтобы хоть какая-то власть была это говорит конечно же о политическом кризисе в стране конечно же и президент болгарии неоднократно говорил о том что правительство болгария ну не компетентно но теперь вы знаете фраза цитата президента болгарии о том что в политическом разгувле и торговли национальным суверенитетом в принципе отражает мнение наверное все-таки большинства болгар и ну как сказать экономический кризис бьет очень сильно идеологический раскол в обществе в болгарии присутствует это тоже факт я считаю что в болгарии коррупция наверно действительно только болгария румыния по конкуренции друг с другом сильном отрыве впереди в евросоюзе от всех других держав по коррупции факт из факта значит и радев предупреждает что если ситуацию не изменить то скоро ситуация будет восприниматься гражданами как норма если это будет восприниматься как норма то тогда болгары утратят национальное достоинство и превратятся европейских граждан второй категории господин радев вот честно говорю была бы у меня возможность ну как-то кулуарно публично я бы не ушел на такой вопрос а вот кулуарно я бы сказал вы имеете ввиду недочеловеков или вы имеете ввиду что-то другое просто что из первой вторая категория лиц и болгары могут стать второй категории это касается не только болгар вы знаете националистические идеи не право популистские идеи а именно националистические идеи если разглядывать менталитеты определенных я скажу так определенных национальности в евросоюзе разговор часто поговорите с греками и вы скажете что греки националисты номер один поговорите с такими коренными французами и вы убедитесь что французы националисты номер один поговорите с поляками вы убедитесь что поляки националисты и в этом отношении бусель конечно же сгладживает все должен быть европеец не должен быть поляк, не должен быть грек, должен быть только Европейский Союз и только Центральный Европейский Банк. И в этом отношении, насчет Центрального Европейского Банка, это не присказка, это действительно идеология, которая в Евросоюзе насаживается в интересах определенной группы лиц. И разговор о полуреформах, о полууправлении, о полушунгене, о полуконституции, о полуправде, о полубюджете, это разговор, который поднял сейчас президент Болгарии, но тоже функция репрезентативная, не глава правительства, глава государства, как и в Германии президент, но в принципе функция репрезентативная. И коалиция большинства, которая существует сегодня в Болгарии, за европейское развитие Болгарии, продолжаем перемены, демократическая Болгария, знаете, все красивые слова, демократическая Болгария, за перемены, но я уже в Сербии, я к этому подсылаю людей, но у нас время каких-то эвфемизмов, когда говорят одно, думают другое, делают третье, фонд мира закупает оружие, Сербия без насилия штурмует административные здания, но какие продолжаем перемены, какие демократические Болгарии, вы о чем, какое гражданское, европейское развитие Болгарии, там граждане, за европейское развитие, это ли брендинги существующих структур, в котором нужно дать какое-то направление, и вот мы там за Европу, да, вы работаете в интересах своих сограждан, или вы делаете все возможное ради сохранения в своих руках рычагов управления страной, это опять была цитата президента Болгарии, и вы знаете, на этом фоне, вот идеологический раздрайв, который существует в Болгарии, я могу так сказать, для меня показателем предательства определенных интересов, в том числе и архитектуры безопасности, это не только Болгарии касается, демонтаж советских памятников, это преступление, я считаю, что это преступление, почему, потому что фашисты Третьего Рейха, когда они завоевали страны Европы, а некоторые аннексировали, а с некоторыми просто договорились, и знаете, там раздавали, там Одессу румынам отдали, в этом отношении нацистская Германия имела союзников, и нацистская Германия не просила о деноцификации, и памятники советским войнам, это напоминание того, как это произошло, как освободили от нацизма, а потом все вдруг выяснили в Европе, ой, мы не хотели, ой, нам так стыдно, ой, мы не знали, ой, мы вообще-то и не фашисты, мы не поддерживали никогда, я говорю, что это абсолютная ложь, да, был щадящий режим исторической правды во время Советского Союза, давно нужно это признать и разговаривать откровенно, но какая Румыния была советской социалистической, в чем заключалась Румыния до войны и Румыния после войны, деноцификация была только в Германии, а деноцификация в Румынии, а деноцификация в Венгрии, как это все происходило, и пособники нацистскому режиму, это же целые государства были, соответственно, когда болгарская социалистическая партия констатирует факт распространения неофашизма, как начинается неофашизм, мы прекрасно знаем, именно вот с демонтажа, следующий шаг, я имею ввиду демонтаж памятников советским воинам, напоминание, историческое напоминание о том, кто освободил Европу от нацизма, американцы, ну в будущих учебниках, наверное, так и будет стоять, в европейских, где-то маленькими буквами напишут несуществующее государство СССР, которое находилось под диктатурой, или еще какую-нибудь гадость, они напишут, и обязательно выставят большими буквами, ну, играя величайшую роль Америки, как освободителя Европы от нацизма, по-другому они не умеют работать, у них очень грязные руки, что касается исторического прошлого, и вот по поводу второго сорта человека в Европе, о чем говорит президент Болгарии, а ведь действительно, если посмотреть не на национальный интерес, не на суверенитет государства, а посмотреть, что такое человек в Европе, которого сегодня можно назвать полноценным европейским человеком, с точки зрения, там, той же Усулы, Фунделяйин, Шольца, Макрона, всех взятых вместе политиков, я имею в виду отношения мейнстримом, как существует сегодня, вот это вот мнение большинства, чудовищная вещь, это мнение большинства, Боже, сохрани вас верить в Бога и быть фанатом или, скажем, сторонником отношений, в которых вы говорите, что папа и мама, это не просто нормально, а это становится идеологией государства, это неправильно, и вы тогда становитесь человеком второго сорта, я говорю это на полном серьезе, на вас будут смотреть в Европе, как на человека, который, ну, наверное, болен, наверное, не понимает, что правильно и прогрессивно быть другим, то есть, для того, чтобы победить на Олимпийских играх, нужно сделать операцию и просто стать женщиной, и тогда у тебя есть шанс там штангу толкнуть, ядро толкнуть, еще что-нибудь сделать, и дискуссии на полном серьезе, ну, как же, это же женщина, и в мозгах, и внутри, все, и внешний вид теперь, и в морге это будет женщина, и вот здесь вот, я развиваю мысль радио, но это не только касается в Болгарии, как, подумаешь, страна, там, полушенген, полуконституция, очень жесткие слова, насчет полуконституции, это безумно жестко, насчет полушенгена, почему полушенген, потому что на самолете для болгар, да, перелет возможен, а на машине нет, между прочим, ну, действительно, полушенген какой-то получается, и идеологический раздраж в стране, дело не в том, что нужно быть пронатовцем, или про европейцем, там, про славянином, панславянином, и в этом отношении какой-то внутренний мир болгар не соответствует тому, что навязывается полностью вот этими большевиками, в отвратительном смысле слова, начиная от Еврокомиссии, Европарламента, заканчивая, ну, на каждом местном уровне, и я какой-то ортодоксальный с их точки зрения, то есть я не исповедую эту ценность, при том, что я толерирую, пожалуйста, Господи, делайте, что хотите, меня не грузите, там, своими мыслями, своими вот этими насаждениями, идеологическими посылами, и здесь сторонников у меня, ну, по крайней мере, в моем кругу большинство, но мы прекрасно знакомы с этой формулой, что мы какие-то недоразвитые, мы застряли в прошлом, и вот здесь вырисовывается вот эта картина недоразвитых людей, недочеловеков. Является ли это новой структурой неофашизма, эдакого зеленого фашизма, и я категорически против и всегда выступал против сравнивать преступления Третьего Рейха как-то с чем-то другим. То есть, это должно быть заклемлено раз и навсегда, и ничто не может сравниться с этими преступлениями. Самое чудовищное, что человечество пережило, это преступление Третьего Рейха. И в этом отношении не надо сравнивать что-то. Неофашизм – это другая идеология. И, например, в Германии, во Франции, в Австрии, я неоднократно слышал, в Брюсселе тоже неоднократно слышал слово «зеленый фашизм». То есть, насаживание определенной идеологии со стороны «зеленых», которые не приемлят вообще ничего другого, кроме собственной идеологии, при том, их методы борьбы. Ну так, они надо делать вид, что они демократические, дорываются до власти, и дальше начинается полное изменение курса. И, в принципе, является ли это диктатурой, или это невидимый такой слой, мягкий абсолютно, на ощупь тоже очень мягкий. И на вот этом вот тончайшем уровне идет обработка информационного поля. Дальше приходит к выводу, что нужно обязательно правильно учить детей, с их точки зрения, правильно учить детей, что вот должно быть так, а не по-другому. Программы школьные разрабатывались именно в идеологическом контексте. Я не против того, чтобы школьная программа была разработана в идеологическом контексте, но мне чужд ваш идеологический контекст. И вот это высокомерие, ну, так скажем, действительно большевики, они себя считают такими, что их большинство, что они есть, правда. Если посмотреть на отдельно, на все эти группы лиц, все подтанцовывают, все рассказывают о том, что да, ну, конечно же, по-другому нельзя. Даже католическая церковь начинает признавать, что можно однополые браки благословлять в церкви, но с условием, чтобы это не выглядело как бракосочетание, ни в коем случае нельзя там обмениваться кольцами, но будут теперь благословлять в католической церкви. Ну, это действительно, вот тогда я с радиом полностью согласен, полуконституция, полушенген, полурелигия, полуценности, именно духовные, полудуховность, у них все наполовину. И вот это вот наполовину считается основной формулой поведения. И вы знаете, дорогие радиослушатели, вот когда с болгарами разговариваешь, ну как, те болгары, которых я знаю, они как раз с грустью говорят об векторе, который в стране появился. И вот этот недопарламент, недоправительство действительно цепляются за свои кресла. Я, разговаривая о Германии, говорю, что создана формула, в котором чиновник, попав уже в кресло, зачастую меняет свое полностью позиционирование, обещание, которое он давал своему электорату теми, кто его избрал, только для того, чтобы остаться в кресле. То есть идет соответствие не тому, что тебе доверил народ, когда тебя избирали, а идет соответствие кресла. И в этом отношении да поменяйте вы, правительство все равно останется то же самое кресло, и вы будете делать то же самое. Будете танцевать либо под общественную ментальную дудку из Америки, либо придумайте собственную, которая будет звучать так же. Но от этого хрен редки, точно не слаще. Я считаю, что это тяжелый разговор не только в Болгарии, он вообще для Европы очень тяжелый разговор, потому что для меня как раз по-честному, я согласен на деление на первый, второй сорт, в данном случае, именно в данном контексте. А очень многие люди превратились в моральных уродов. Очень многие политики превратились в моральных уродов. Они лгуны, они публично, общественно, постоянно вот обманщики такие. И цель у них простая, цепляться за свое чиновничье кресло, ни больше, ни меньше. И в этом отношении примеров, да я накидаю сейчас кучу примеров, и от этого легче не станет в очередной раз рассказывать о том, что зеленые обманули своих избирателей, были категорически против поставки оружия в любую точку мира, где есть конфликт, а теперь являются рьяными лоббистами того, чтобы поставлять оружие на Украину, прям такие еще, знаете, требуют прям. В обмен на что они это делают? В обмен на свою политику. Я произнес фрайлзу зеленый фашизм, то, что под этим скрывается, я в кавычках, я прям, знаете, поднял две руки и кавычки такие сделал. Что такое зеленый фашист? Это насаждение идеологии, в которой ты должен соответствовать статусу современного человека, модернизировано под их запрос. То есть, велосипед, отказ от мяса, по многим причинам связанный там с экологическими принципами, еще с чем-то, отказ от собственной машины и самое главное отказ от себя лично. Дорогие радиослушатели, я предлагаю снова вернуться в Германию, теперь у меня немного другая тема, то есть, не связанная с ракетами, но тем не менее связанная все равно с военным сектором. Значит, несколько статей на эту тему появилось тоже в немецкой прессе и в том числе очередные призывы политиков в срочном порядке, прям срочно-срочно, нужно что-то сделать, чтобы беспилотники не следили и политики из правящей коалиции обращаются к Министерству обороны Германии, чтобы в кратчайшие сроки усилить борьбу с беспилотниками, которые предположительно, предположительно запускаются для введения наблюдения, это цитата, за военными объектами Федеративной Республики Германия, пишет об этом Билл. Ну, что я вам могу сказать, друзья? Некоторое время назад, это средняя осень была, середина осени где-то, был такой генерал Карстен Бреер, и, ну, как действующий генерал, понятно, с прессой он мало коммуницировал, тогда это был глава территориального командования, и он старался придумать что-то эдак, сделать, чтобы противодействие дроном при помощи глушилок HP-47 произвести, и тогда информация, которая появилась, что, мол, всем известно, но стараются как-то этот вопрос не поднимать, потому что ничего не могут сделать, и дроны, как правило, раз в неделю пролетают в местах, которые полигоны, где немцы обучают украинцев, украинцев. Примерно так. И вот этот момент обучения немцев, обучения украинцев на немецких полигонах, мол, там раз в неделю точно пролетит какой-то дрон, и по статистике, я не знаю, ее не дают, но все эксперты, которые выступают в Германии, говорят, что предположительно следят за этими местами, и скорее всего это делают русские. Что значит, скорее всего, это делают русские? Никто ничего доказать не может, гонка идет за другим. Смотрите, дорогие радиослышали, как интересно, ни один дрон не был приглушен, пойман, просто есть факт, регулярно что-то пролетает, ну прям как неопознанный летающий объект, но он опознанный, потому что это дрон. И чей он? И тут такая претензия, он русский, скорее всего, предположительно, то есть доказательств никаких нет, ну, разговоры об этом идут, а я так скажу, ну, никто не знает, чьи это дроны, вообще никто не знает, но сам смысл, понимаете, а кто у нас виноват, ну, невестка, ну, в смысле, кто у нас виноват, ну, чуть что, сразу русские, прилетела ракета в Польшу, это русская, сто процентов, мы знаем, произошла кибератака, там, откровенные пираты вымогают деньги с какого-то предприятия в размере аж 50 тысяч евро, кто это делает? Это русские, какой доказательств? Никаких, всегда назначают русских виновными, есть ли интерес оперативный у кого-то над этими дронами, да, дроны летают по всей Германии на самом деле, по всей Европе, с ними никто ничего не может сделать, единственное, что известно четко, что если дрон будет лететь в районе аэропорта, то, в принципе, это уже преступление, там другие включаются методы борьбы, и летают у них раз в неделю, ну и пусть летают дальше, но опять же, вот эти вот крики, которые слышны сейчас в Германии, с этим надо что-то делать, это шпионские абсолютно какие-то дроны, знаете, потихоньку страхи, которые вбивают населению, и каждый раз эта вот формулировка русская, я помню, когда давно, уже сколько лет, пять, наверное, как я рассказывал в Еврозоне, о том, что вышли газеты, та же самая билд, которая кричит все время, доказательств нет, но это русские, на каждой заправке в Германии, ты когда подходил у тебя к дверям заправки, где нужно расплатиться, там что-то приобрести, у тебя стоит такой стенд, на котором куча газет, и только одна газета большим шрифтом написала, русская мафия убивает в Берлине, как потом выяснилось, взрыв в Берлине, это была разборка между одесским и днепропетровским бизнесменом, но написали, что русская мафия, сознательно это они делали, они не понимают, о чем они пишут, они пишут о разборке каких-то бандитов, или они создают общественное мнение, в котором русский должен вызывать ассоциативный страх, что бы ни происходило плохого, это русский, вулкан русский, землетрясение русский, дрон прилетел, все должно быть русское, нет доказательств, но почему-то вы мусолите тему именно с русскими, и в этом отношении, но опять же, рассматривая медийное поле, которое на сегодняшний день существует в Германии, вы знаете, во Франции, мне кажется, оборону держит только Венгрия, я считаю, что Австрия тоже держит еще оборону, вот не продавилась, ну, как-то не странно, Греция, как-то не странно, вот Люксембург, ну, маленькое государство, ну, о нем не слышим, богатое государство, ни в каком контексте, голосуют за все пакеты, но там тоже атмосфера создания имиджа, что русские это что-то плохое, зачем объявлен вот этот поход, который сильный поход против русских на Западе, именно в медийном пространстве, ну, я думаю, тоже все понятно, и на этом я покидаю дроновую площадку немцев, которые, они не знают, чьи это шпионы, и они не знают, как с ними бороться, и главное, они не придумали ничего, как с этим бороться, но зато боятся русских. Еврозона Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова